Это реально только часть, господи. Я смотрю на нее и мне хочется плавать. У меня в этом пакете еще очень много других пакетов. И это там еще дофига всего. Это так мягко выразиться. Сегодня я выгляжу плохо. Очень плохо. Ну, прямо-таки катастрофически мега отвратительно плохо. Всех с Новым Годом, всех с Новым Годом, всех с Новым Годом. В этих подарках можно просто плавать. Ужасный сучняк. Хэштег ужасный сучняк. Понимаете ли, 10.51, 1 января, стоит ли мне говорить, что произошло несколькими часами ранее или нет. Я выгляжу очень плохо, я знаю. Но буквально несколько часов назад я выглядела еще хуже, например, вот так. Я не спала буквально всю ночь. 10.52, а я сижу и распаковываю подарки вместо того, чтобы идти спать. А я очень хочу спать и пить. Насколько плохо я выгляжу? Это только часть моих подарков, потому что я увиделась только с небольшой группой моих друзей. И я просто очень хочу показать вам, что мне подарили на Новый Год. А вы обязательно напишите, что подарили на Новый Год вам и что подарили вы своим друзьям. Будет очень интересно. Давайте посмотрим, как упаковывают подарки друзьям. Как упаковывают мои подарки я. И вот, пожалуйста, попробуйте вот угадать, что лежит в этом потрясающем великолепии. Класс, смотрите, что это? Вы думаете, что это норм? Нет, это прекрасно. Я буду с ним спать. Отлично. Но это что? Цензура! Я просто не понимаю. Я просто не понимаю. Мне так нравится больше. Будет тут сидеть. Или лежать. Кто сможет прочесть то, что написано на этой футболке? Вот такая вот офигенная футболка. Между прочим, это кастом. Я решила сразу не переодеться. А у вас будет больше возможностей и шансов прочесть, что же здесь написано. Дальше мне подарили вот такие вот носки. Давайте натянем его. Не смотрите на мой обгрызный педикюр. Да, мне было лень делать педикюр. А что? У вас не всегда так происходит? Ну, типа зима, ботинки, носки. Я все время хожу в этих носках. Зачем педикюр? Если можно его не делать. Вот, ногти сделала. На Новый Год специально. Тоже в этой коробочке. Спасибо большое. Потрясающая кружка. Недавно в моем инстаграме я искала самые уродские и всратые кружки. Пожалуйста, поскидывайте мне ссылки, неважно откуда, но на самые тупые кружки. Вот вы найдете глупую кружку? Вспомните обо мне, киньте мне на нее ссылку. Нет, эта кружка моя самая любимая. Вы ничего лишнего не подумайте. Просто факт того, что я реально искала новые кружки, мне подарили кружку, да еще и какую, вот такую, у меня нет слов. Из такой чашки пить приятнее. Теперь давайте посмотрим вот этот вот дар в таком большущем пакете. Это что? Китса! 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 Он что-то уронил. Смотри, это ты! Тебя нарисовали, китса! Бенгальский кот по имени Эвил. Вот этот подарок я не успела распаковать, потому что мы пошли смотреть видео с итогами года. Самые дурацкие видео за этот год, которые мы были. Сюрприз. Блин! Это просто на самом деле офигенная вещь из максимально офигенного магазина от моей подруги, которая живет в Лондоне. Это просто, просто жесть. Те, кто понимают фишку, те поймут. Те, кто не понимают, для них это просто футболка с каким-то синим принтом. Но я уверена, что те, кто шарит, обязательно поделитесь в комментариях и обоснуют, почему, почему я в таком восторге от этой футболки. Поделитесь информацией. Или мы хотим сохранить это в тайне? Кот тоже пришел. Но ты на моей дыры не присягай, пожалуйста. Минутка АСМР. Не буду так делать, это отвратительно. Потрясающий брелок. Как вы знаете, есть у меня один фетиш. Фетиш, это называется бреды с башкой. Беды с башкой. Настолько все плохо, что это уже не беды, это бреды. Обожаю брелоки. Теперь придется покупать новую сумку. Пока что оставим это здесь, потому что это не все. Это не все. Про сумку мы еще вернемся. В этом пакетике были вкусняшки. Все. Это просто все, что я люблю. Жвачки я люблю. Тушь мне нужна. Штучки эти важные. Короче, все вкусно. Нет. 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 Просто посмотрите на все эти упаковки. Вот я... У меня просто ноль слов. И здесь... Ну как бы, дорогие друзья, контент уже взрослый, да? Нет. Это не то, что вы могли подумать. Это ремень на юбку. Мне показали, как его надевать. Но я уже запуталась. Поэтому, пожалуй... Ну, в принципе, как-то так. Достаем вот эту коробку. Ага. А здесь у нас уже не ремень. Это, знаете что? Это подвеска. Здесь просто буквально есть все. Вот все, что может пригодиться для жизни, в том числе свисток. Оно есть. Нет. Не свистит. Просто восторг. Слава тебе, господи, у меня теперь есть эта вещь. Пакетик. Чипсоны. Свикс. Вот что еще. Ну, это я думаю, что те, кто понимают меня, те прекрасно понимают, почему мне так нравятся эти масочки. Да потому что они с кимчи. Кто, блин, придумал делать маску с кимчи? Дальше. Сразу три парика. Посмотрите на эти парики. Один красный. И не просто красный, а красный с челкой. Меня зовут Богдан. Я мамкин хулиган. У меня есть самокат. И на компе мой тарж. Второй паричок. Темно-сиреневый. Очень красивый цвет. Кстати, похож на цвет волос Тильки. Кричу, я теперь могу ее косплеить. Вот она офигеет. А еще больше офигеют ее подписчики. И начнут мне писать. Фу, Лиза, ты зачем Тильку пародируешь? Ты что, тугач? Ты что-нибудь в свою боль можешь придумать? Помню, как мы снимались необмененными жизнями. И мы должны были, короче, делать задания, которые давали друг другу. И она дала мне задание покрасить так же, как она покрашена. И я покрасилась, ну, баллончиками такими смывающимися. Меня просто зачморили в комментариях. Там буквально одна ненависть. Меня буквально смешали с грязью. Лиза, ты ничего своего не можешь придумать. Лишь бы Тильку плагиатить. Какой кошмар. Давайте перестанем быть злыми. Нет, не давайте. И еще один парик. А у меня просто тут рай. Вот такой вот паричок цвета морской волны. Мне очень нравится, как он выглядит. Он очень хорошего качества. И здесь есть даже вот такой вот очень естественный пробор. Это, короче, парики такие называются Lace Front. Потому что, видите, вот здесь вот сетка. И ты можешь себе полностью подлинить твоего роста волос, выщипать парик. Или сделать так, чтобы тебе было хорошо. Очень хороший. Я им как-нибудь займусь, когда я буду делать какой-то интересный образ. Но это просто вообще восторг. Подарок, между прочим, от одной из моих подписчиков. Здесь у нас вот такая вот открыточка была. Потрясающие абсолютно стикеры. Вот такая вот очень смешная подвеска. Ну, а это, знаете ли, немножко фан-сервиса. Я считаю, что это не одно лицо. Но это все еще я. И это все еще я. Ужасно. Я смотрю на нее, и мне хочется плагать. Ну, ладно, давайте думать, что это вот так выглядит гораздо приятнее. Мне кажется, картинка сразу стала. Я решила достать вот этот носок весь сразу, потому что здесь очень много носочков. Есть обычные базовые черные, вельветовые, чтобы ножкам было уютно. Есть вот такие носки, которые мне подарили, чтобы я специально могла их комбинировать каким-то вот таким вот братским образом. Потому что я вечно ношу разные носки. И вот такие вот носки. И я не очень понимаю, что здесь нарисовано. Но, по-моему, здесь нарисована бутылка, которая горит. Ну, в принципе, так можно охарактеризовать меня. Почему у меня носок в норке? Почему кот в пакете? Почему кот был в пакете? Что ты там искал? Почему ты вообще мокрый? Весь кастомный шмот в коте теперь, е-мое. Весь кастомный шмот в коте. У меня очень много вот таких ништяков. У меня был уже такой брелочек. И у меня для него есть пара. Просто посмотрите, они такие милые. Потом еще одна у меня пара есть уже по тому самому шипу. И знаете что? Моя потрясающая сумка. Я эту сумку покупала для того, чтобы не было куда повесить брелок. Это то, о чем я вам буквально пару секунд назад говорила. Дальше у меня была идея сделать с этой сумкой нечто вот такое. Во. Черная вот такая вот футболка. Кому-то может показаться обычной черной футболкой со скелетом. Но те, кто понимают, те понимают. Однажды я напоролась глазом на вот этот вот куст. Я прям глазом попала вот на эту острую штуку. И целый день я практически ничего не видела этим глазом. Я уже думала, что можно со всеми попрощаться. В том числе с моей нормальной функциональностью и жизнью. Не напарывайтесь на кусты. Трава это плохо. Обожаю. Еще один пин. Потрясающе мега эксклюзивный мерч. Такое вообще очень тяжело найти. Это не Алиэкспресс. Эксклюзивный контент. Так что я очень счастлива, что у меня есть этот пин. Шоколадка. Обожаю. Это корейский шоколад. Я его постоянно ела в самой непосредственно Корее. Это лучшее. На самом деле лучшее. Очень рекомендую, если вы еще не пробовали. Хотя знаете, лучше не пробуйте, потому что потом вы просто не сможете остановиться. Это настолько вкусно. И здесь еще тоже корейская вот такая вот цепочка. Написано Design by Korea. Тоже вот такая вот цепь. Как вы знаете, я очень сильно люблю цепи. Но по мне, наверное, заметно. Отлично. Я, короче, не уверена, что это именно так надо носить. Но я разберусь с этим позднее, обещаю обязательно. Как бы вы понимаете, да? Еще одна футболка с Энгри Кочаном. Много ли таких футболок? Нет, их много просто не бывает. И напоследок я просто должна показать вам вот это. Прошу прощения, эстетики здесь больше не осталось. Вся эстетика ушла сюда. Если вам кажется, что это какая-то херня, вам, в общем-то, не кажется. Но отчасти таки и кажется, потому что это все создано на основе моего буквально детища. Я считаю, что это лучшее. У меня еще очень много друзей, которым я увижусь уже начиная с сегодняшнего дня. Их подарки я буду показывать вам в инстаграме. Так что обязательно подписывайтесь на мой инстаграм. Я буду там показывать то, что мне подарят другие мои друзья. Ну и вам тоже покажу, что я дарю моим друзьям. Потому что, поверьте, мои подарки это тоже какая-то просто лютейшая жесть. Трава это плохо. Трава это плохо. Трава это плохо. Трава это плохо.